При образовании алгебраических выражений найдите значение выражения. Квадратный корень под корнем 6 минус 2 корня из 5 минус квадратный корень под корнем 9 плюс 4 квадратных корня из 5. Для нахождения каждого из данных корней нужно постараться под корнем выделить полный квадрат. Что это значит сейчас покажу. То есть нам нужно представить каждое из данных выражений как квадрат разности, либо как квадрат суммы. Вот здесь мы видим минус удвоенное произведение какого-то числа на какое-то и так далее. А это значит, что первое под коренное выражение мы будем стараться подогнать под квадрат разность. А второе под коренное выражение мы будем стараться подогнать под квадрат суммы. Как это сделать? Вот начнем, например, с первого под коренного выражения. У нас находится удвоенное произведение. Сразу с этого начнем. То есть у нас будет минус 2 умножить. И вот теперь корень из 5 мы запишем как произведение единицы и корня из 5. Для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы рядом с двойкой было произведение двух чисел. Точно так же, как в формуле квадрата разности. Напомню формулу квадрата разности. То есть это будет квадрат первого минус удвоенное произведение первого на второе и плюс квадрат второго. Это и будет а минус b и все это в квадрате. То есть наша задача записать каждое из под коренных выражений вот в таком виде. Только в первом случае с минусом квадрат у нас будет разности. А во втором случае это будет квадрат суммы. То есть мы во втором случае вот к этому будем подгонять второе под коренное выражение. Вообще как происходит подгонка? То есть что это вообще значит? Что значит подогнать? Это значит, что если мы сейчас распишем вот это второе слагаемое как минус 2 умножить на единицу и умножить на корень из 5. Кстати это будет то же самое, что было раньше. То тогда мы заметим, что у нас находится удвоенное произведение какого-то одного числа на второе. И теперь если мы добавим сюда квадрат одного, то есть единица в квадрате. И квадрат второго, то есть корень из 5 и все это в квадрате, то есть 5. То в итоге получится единица плюс 5. Но единица плюс 5 в сумме дает нам 6. А это значит действительно у нас данную разность под корнем можно записать в виде квадрата разность. Вот еще сейчас более подробно запишем вот это подкоренное выражение немножко по-другому и тогда будет еще понятнее. То есть мы сейчас число 6 как выяснилось должны представить как единица плюс 5. То есть мы так и запишем. Число 6 мы запишем как 1 плюс 5. Пишу равно квадратный корень 1. Далее я опять запишу в самом конце. 1 минус 2 корня из 5 до плюс еще 5. Вот действительно, если мы сейчас сложим единицу и число 5, у нас получится 6 минус 2 корня из 5. То есть получится то, что было раньше. А значит мы ничего не нарушили, значит все пока правильно. Минус квадратный корень. Теперь заметим, что у нас находится вот здесь. У нас находится удвоенное произведение каких-то двух чисел. Можно записать 4 как 2 умножить на 2 и умножить на корень из 5. А теперь посмотрим, чему равен квадрат первого числа. 4 это 2 в квадрате. А чему равен квадрат второго числа, корень из 5 в квадрате. Он равен 5. А теперь посмотрим, что будет в сумме 4 до плюс 5. Будет 9. Это значит, нам нужно сейчас, чтобы подогнать под формулу, в хорошем смысле этого слова подогнать, нам нужно число 9 представить как 4 плюс 5. И мы сейчас это сделаем. То есть мы 9 представляем как 4 плюс 5. Сейчас я это запишу. Вот я пишу 4 и в конце потом 5 допишем. Плюс. Теперь 4 корня из 5 мы запишем как 2 умножить на 2 на корень из 5. Да плюс еще 5. Вот тоже можно опять сделать проверку. То есть 2 на 2 будет 4. 4 корня из 5. Да, действительно тут так и было. Теперь далее 4 до плюс еще 5 под корнем. Получается в сумме 9. А действительно у нас так и было число 9. То есть пока ничего, мы никаких правил не нарушали. Пока все правильно. Идем дальше. Теперь смотрим. Вот это уже можно было записать как квадрат разности. Но если кто-то еще до сих пор это не понял, я еще более подробно сделаю. Я число 1 запишу как 1 в квадрате. Минус 2 умножить на 1 и на корень из 5. То есть я запишу 2 корня из 5 как 2 умножить на 1 да на корень из 5. Чтобы все было правильно. Я имею в виду понятно. Теперь далее. Плюс. А теперь что делать с пятеркой? Пятерку мы представим как корень из 5 в квадрате. То есть да, действительно. Если мы сейчас избавимся от корня вот этого. И вот здесь единичку писать не будем. Тут единицу в квадрате заменим как единицу на единицу. И приведем подобные слагаемые. Действительно у нас получится вот этот первый корень. Далее. Минус. Корень квадратный. И теперь число 4 и число 5 представим как квадраты каких-то чисел. То есть 4 можно представить как 2 в квадрате. Плюс 2 умножить на 2 корня из 5. А число 5 представить можно как корень из 5. И все это квадрат. То есть у нас получились вот такие два корня. Ну и теперь уже видно, что действительно первое подкоренное выражение представляет собой квадрат разности. Так и запишем. То есть под первым корнем подкоренное выражение будет иметь вид единица минус корень из 5. И все это в квадрате. Второе подкоренное выражение представляет собой квадрат суммы. Это будет 2 плюс корень из 5. И все это в квадрате. Вот действительно, если мы сейчас возведем в квадрат квадрат разности и квадрат суммы найдем и приведем подобные слагаемые, у нас как раз получатся вот эти наши первоначальные квадратные корни. Один к одному. Это значит, что мы просто переписали то же самое, только в другом удобном для нас виде. Теперь смотрим. Квадратный корень из квадрата разности. Чему равен? Я уже говорил, еще раз напомню, что квадратный корень из какого-то выражения в квадрате равен модулю этого выражения. А значит у нас квадратный корень из квадрата данной вот этой вот всей разности равен модулю вот этой разности. То есть у нас получается модуль единица минус корень из пяти под знаком модуля до минус еще один модуль. Два плюс корень из пяти равно. Теперь можно раскрыть модули. Только для этого нужно проверить подмодульные выражения. То есть если подмодульное выражение больше нуля, то модуль раскрывается с знаком плюс. Если подмодульное выражение меньше нуля, то раскрывается с знаком минус. Заметим, что единица минус корень из пяти меньше нуля. Почему? Потому что единицу можно было бы записать как корень из единицы, да минус корень из пятнадцати. Пятнадцать больше, чем единица, а значит корень из пятнадцати больше, только тут не пятнадцать, пять, да? Ну, неважно. Сейчас вот я исправлю. Так вот, корень из единицы минус корень из пяти. Корень из пяти больше, чем корень из единицы. Почему? Потому что число пять больше, чем единица. А значит корень тоже больше. а значит данная разность меньше нуля, потому что мы от меньшего вычитаем больше. Так как данная разность меньше нуля, то модуль раскрывается с противоположным знаком. Это значит, мы можем модуль убрать, но знаки поменять на противоположные у подмодульного выражения. Получаем тогда минус 1 плюс корень из 5. Поменяли знаки на противоположные. Теперь вот этот минус я пока перепишу, а теперь в скобках запишу то, чему равен второй модуль. Под знаком второго модуля число положительное, потому что сумма двух положительных есть положительное число. Значит под знаком модуля число положительное, значит модуль положительного числа равен самому этому числу. Это значит модуль можно просто убрать и ничего при этом не менять. Только надо не забыть записать скобки, потому что вот здесь стоит знак минус перед всем этим выражением, перед всем этим модулем. Значит нужно записать в скобках подмодульное выражение 2 плюс корень из 5. Теперь раскрываем скобки. Получается минус единица плюс корень из 5 минус 2 минус корень из 5. Приводим подобные слагаемые. Плюс корень из 5 минус корень из 5 это 0. Получается минус 1 до минус 2. Минус 1 до минус 2 это получается минус 3. Задача решена.